Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами будем пробовать вот такой агрегат. Это бензиновый опрыскиватель. Дело в том, что мы в своей виноградной деятельности стараемся максимально экономить свое время и силы. И ввиду того, что участок у нас довольно большой, то мы решили, что, конечно, обычный маленький опрыскиватель это не для нас, и стали подбирать какие-то другие варианты. Изначально была мысль посмотреть аккумуляторный, но на самом деле там есть очень много нюансов, в том числе и в хранении самих аккумуляторов. Плюс цена. В итоге остановили свое внимание на бензиновом. Первая цена. Второй плюс это большой бак 25 литров. Вот маленький помощник уже опробует сей агрегат. Ну, опять же, сама бензиновая заправка, это тоже удобно, да, не надо думать, как это, чего хранить, как чего заряжать, там полная зарядка, не полная, заправил все. То есть мы посчитали, что для нас это максимально просто. Пока что туда залита вода. Попробуем, покажем, как это работает на воде, но дальше уже посмотрим, как эта штука работает на самом участке. Заводится сей агрегат максимально просто. Даже девочка сделала это с первого раза. Три форсунки здесь есть. И есть две кнопки регулировки. Это регулировка подачи воды и газ. Ну, воду можно выставить изначально, а потом газом. Смотрите, все, я газ прибавляю и опа, мы получаем шикарное облако распыления. Насколько удобно эти регулировки, именно уже в полевых условиях, мы еще посмотрим, проверим. Ну, так, в общем-то, все удобно и получается шикарное облако, да, и обработки с этим агрегатом должны занимать минимальное время. И смотрите, я показала, да, там три форсунки. Одну мы заглушили сразу, потому что, ну, это явно слишком много. Стали обрабатывать сейчас вот фрагмент обработки школки. И посмотрели, что даже две форсунки это слишком много и заглушили вторую. Потому что расход у нас в первом случае, когда работало две форсунки, ну, получился слишком большим. Для сопоставления на школку с двумя форсунками и на весь остальной участок, где порядка 170 кустов у нас сидит, и по площади это соток 15, ну, я так не буду точно считать, да, потому что постройки есть там, все остальное. Ушло столько же раствора. И при этом мы понимаем, что пока что у нас все равно еще идет некоторый перерасход, ввиду того, что зеленая масса небольша, ручки, как вот на ручных опрыскивателях, регуляторного у нас нету. И поэтому, когда мы проходим от одного куста к другому, раствор все равно подается, и пока что идет некоторый перерасход. Когда будет большая зеленая масса, то перерасхода не будет. И, да, тут расход, расход. Расход жидкости останется, ну, примерно в тех же пределах. Понятно, что со временем, когда уже совсем все станет зеленой стеной, он увеличится, но, тем не менее, не такой уж он большой и страшный. И смотрите, по времени на все про все, с замесом второй партии раствора, с учетом заглушки второй форсунки, у нас ушло полтора часа, то есть экономия времени, ну, просто колоссальная на самом деле. Единственное, конечно, минус, что агрегат имеет вес. Бак там 25 литров и сам он примерно еще килограмм 8 весит. Может быть, придумаем какую-то тележку, ну, может быть, и не придумаем, потому что теряется маневренность, ну, будем смотреть. Понятно, что лично я этот агрегат использовать, в принципе, не смогу, потому что, ну, вот этот вес поднимать на себя, это просто нереально с одной стороны, во-вторых, для женщин это самоубийство. Есть муж, то есть это его, скажем так, игрушка, ну, тоже поднимать для удобства, то есть не с земли, да, штука ранцевая, вы видели, как это используется, не с земли ставили на стул, он приседал, поднимал, но надо какую-то платформу еще выше. Опять же, для, ну, то есть носить это одно, а вот поднять это другое, и, опять же, ну, что-то придумаем, чтобы облегчить свой труд. Ну, а так, в общем-то, конечно, вещь хорошая, главное, чтобы она долго служила нам верой и правдой, потому что времени очень сильно сокращает. И, конечно, качество распыления с ручными, ну, вообще не сравнить, несмотря на то, что у нас ручной Моралекс, то есть далеко не самое худшее оборудование, тем не менее, все равно мы понимаем, что здесь вот прям пыль такая классная идет, и хорошо укладывается на лист. Поэтому, да, да, мы довольны, ну, и стараемся облегчить свой труд, да, сократить время на уход за виноградником, ну, и показываем вам наш опыт. На этом я с вами прощаюсь, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!